У нас есть серьезные перспективы и мы, Федерация легкой атлетики, национальная команда Республики Беларусь, Министерство спорта, все вместе будем работать на то, чтобы этот поезд, который, слава Богу, тронулся, мы выходили из кризиса, ну скажем так, болезненно было, но этот период надо было пережить, мы расставили приоритеты, сделали очень много для того, чтобы он вот этот вот поезд пошел. Вот сейчас нам надо подкидывать угля, чтобы он набирал ход и я думаю, к Токио мы подойдем на хорошей скорости. Гордиться современной белорусской и в частности брестской легкой атлетики есть чем. День открытия Кубка Беларуси отметился не только выходом на дорожки сильнейших легкоатлетов страны. В норвежском Осло на этапе бриллиантовой лиги в секторе для метания копья отличилась наша землячка, брещенка Татьяна Холодович. В своей лучшей попытке она отправила снаряд на 67 метров 47 сантиметров. Переписав личные и национальные рекорды, Татьяна завоевала золото престижного международного турнира. Имея корни, которые пустили мы еще вот долго до того, как мы говорим о сегодняшнем резерве, тот резерв тоже себя сегодня проявляет уже во взрослом спорте. И мы вправе рассчитывать, да, два олимпийских цикла, но следующий чемпионат мира в Катаре, этот чемпионат в Берлине Европы, я думаю, уже сегодня нам покажет даже вчерашний резерв, который, вот как я сказал вам, Эльвира Герман, Максим Недосеков, ну, мне кажется, они могут бороться за медали самого высокого достоинства. Кубковые состязания проходят в 17 дисциплинах легкой атлетики. Эти старты, отборочные и выполненные нормативы, станут для спортсменов путевкой на чемпионат Европы, который пройдет в Берлине в начале августа. А еще в некоторых легкоатлетических видах спортсмены разыграют места в команде на международный легкоатлетический матч между сборными Белоруссии, Украины, Балканских и Балтийских стран. Эти соревнования примет обновленный Минский стадион «Динамо» 21-22 июня. Для украинских же атлетов состязания в Бресте – прекрасная возможность увеличить соревновательную практику. У вас хорошие соревнования, очень сильно бежат ребята. Ну и стало интересно, потому что сюда приехать в чужую страну, ну как чужую, Белоруссия, это наши братья, очень приятно бежать, хорошие люди. Ну и старт серьезный. Вот я на чемпионате Украины участвовал, там очень хорошо попадал, а здесь, получается, при зрительном забезе я был третий. Рассчитывал немножко лучший результат, ну как получилось. Надеюсь, я в последний раз еще приехал к вам. Брестский стадион считают легким не только спортсмены города Надбугом, но и из других регионов, особенно если удается достичь высоких результатов на беговой дорожке. На ней легко бежать, можно сказать, что даже как дома почти. Брестский стадион за много лет стал достаточно родным для нас, потому что достаточно много соревнований проводится. И с каждым разом бежит все легче и легче. Атмосфера помогает, люди очень добрые приходят на стадион и поддерживают, помогают. Это подстегивает.